Трендчарт Like.fm. Все, что будет на хайпе завтра, уже сейчас в эфире Like.fm и в нашем плейлисте Трендчарт Like.fm на Apple Music. Трендчарт Like.fm, друзья, всем еще раз привет в эту пятницу, говорю я, Виталик Мишура, и сегодня напротив меня Мари Краймбери. Мари, приветики. Ой, как здорово. Я, знаешь, вот смотрю на тебя красивую, все, потерял дар речи, думаю, о чем говорить. Ну, посидим просто часочек, посмотрим друг на друга, послушаем классную музыку. Ладно, все, я собрался. Вопрос стандартный, который задаю всем. Музыка, в последнее время в музыке, что тебя впечатлило, вдохновило, может быть, удивило? Сейчас в моих наушниках группа Коррупция. Сейчас в моих наушниках я, подожди. Я просто ехала сюда сегодня и слушала новую песню группы Коррупция. Опять же, я повторю, да, и в этой группе поет человек, которого зовут Миша Крупин. Это человек, который со вчерашнего дня имеет небольшое отношение к нашему прекрасному Вильвет Мьюзик. А, соответственно, что? Соответственно, я теперь официально могу топить за него, так как не делал этого никогда. Потому что раньше я же не могла, знаешь, за человека, который к нам не причастен так вступать. Ну, когда человек с улицы просто, когда непонятно. Ну, я хочу сказать, я слушаю Мишу Крупину с момента, как мне было 13 лет. Не будем отчитывать, сколько лет назад это было. Ты мне так не подставишь. Пару лет назад буквально я начала его слушать. И по сегодняшний день я считаю, что это один из самых крутых авторов, один из самых крутых артистов. Я ехала сюда, слушала новую песню и кайфовала просто, капец как. Скажи, пожалуйста, есть ли артисты, которые бы ты хотела упомянуть не с твоего лейбла? Да, лирик. Ух ты. Это у Зиверт в команде работает молодой пацан. Ну, не знаю, работает там, дружит, неважно. Но он есть, скажем так, он есть. Очень талантливый. Я ему даже написала в директ. Скажи, пожалуйста, лично по твоей музыке. Мы сейчас отдельно поговорим про твою новую песню тоже, которая, на мой взгляд, ну, выделяется, скажем так, из всего остального творчества. Выделяется, сильно выделяется. Но вернемся к этому, Виталик. Да, у тебя есть какие-то предпочтения в твоей музыке? В какую-то сторону сворачивать, не сворачивать, идти уже по намеченному пути или что-то пробовать снова? Блин, я так много лирики в новом альбоме сделала, ты бы знал. Мне было так грустно в этом январе, в этом декабре и в этом ноябре. Я же записала альбом. Вторую часть альбома «Нас узнает весь мир», который выходил год назад. И я реально могу сказать, что ни разу в своей жизни не было такого, чтобы я за 10 дней, записывая подряд вокал, не переживала такой спектр эмоций одновременно, потому что мне было одновременно классно и одновременно очень плохо. А поскольку я человек крайность, я испытывала прям дикую боль, дикое счастье, дикую боль, дикое счастье. У меня альбом просто на качелях какой-то сделан. Даже когда порядок песен расставляла по альбому, я не могла понять, как это все выровнять, потому что слишком резкие перепады. Нет вот этой вот постепенной такой волны, которая обычно... Девочка же должна быть мягенькой. Ай, да ну нет. Вот мягенько влетела, мягенько вылетела, а я просто приземлилась, поднялась, приземлилась, поднялась. Ну это круто же, потому что, на мой взгляд, когда такие эмоции плюс-минус одинаковые, это не запоминается. А когда у тебя реальные качели, то бьют по голове тебя, то наоборот тебя в небо понимают. Но я могу сказать, что очень давно у меня не было таких медленных песен, которые будут в альбоме, потому что последняя моя медленная песня, мне кажется, была «Самолет», но она не про любовь была. Она все равно больше такая... Ну, в смысле, медленная, сколько там ритм? 60, сколько медленный, сколько медленный. Нет, ну я тебя имею в виду даже не про BPM, а просто про атмосферу того, что это прям такая грусть с грустью. Значит, про твою песню, на данный момент последнюю, «Если устал», я уже сказал, что, на мой взгляд, она прям сильно отличается от всего, что было в твоем творчестве до. Это прям такая поп-марина, я вот так сказал прям. Ну я же люблю поп. Да, но здесь столько попа, сколько не было никогда. Зато там текст вообще не поп. Ой, про текст это вообще отдельно. А ты читал текст? Я слушал ее несколько раз вчера, и у меня прям есть конкретно по строчкам прям вопросы по этой песне и по другим тоже. Но я слышал, что эту песню ты написала для себя. Да, я посвятила песню себе. На самом деле, вот это такая серьезная проблемка, потому что со многими артистами это обсуждаю. У тебя тоже так? Когда ты на пике, тебе хуже всего. Ну ты знаешь, я не на пике. Да, ну камон. Ну камон, ну я точно не на пике. Ну что ты мне такого плохого пика желаешь, что ли? Нет, подожди, а что для тебя будет обозначением того, что ты вот этого пика добралась? Ну на пике, мне кажется, был Майкл Джексон, на пике Бьонс, на пике, ну то есть многие другие артисты. Нет, ну они-то с точки зрения времени... Я иду к успеху, уверенно. Ну то есть просто уверенно иду к успеху. Нет, ну смотри, уровень узнаваемости громадный. Там награды, интервью, хиты. У тебя есть хиты, понимаешь? Есть артисты, которые существуют в шоу-бизе там уже многое количество лет, их все знают, но у них нет хитов, нужно признать. У тебя есть хиты. Ты спокойно можешь жить на роял, тебе вообще не париться в принципе. Вот, и ты говоришь, что у тебя пика еще не было. Ну не было пика, я считаю, у меня не было... У меня только первое стадионное шоу впервые случится в этом мае месяце. Первое. То есть даже нет такого, что я пять лет подряд собираю стадионы, понимаешь? Вот что такое, пик. А вот это вот примитивное, типа, а-ля такая... Это, знаешь, называется базовая комплектация. У тебя есть хит, и ты вроде бы как узнаваемый. Вот базовая комплектация меня не устраивает даже в машинах. Ты у тебя в карьере, тем более. То есть для тебя пиком станет стадик. Вот ты типа поймешь, что... Стадик? Ну нет, не пиком. Ну опять же, ну всегда есть куда расти дальше. Зачем так жестко ограничиваться, типа, пик? Нет, мне кажется... Ну вот слово пик, это реально для меня какое-то прям, ну очень важное слово в карьере. Это момент, после которого тебе некуда идти дальше, правильно? Мы же так обсуждаем слово пик. Ну конечно, мы обсуждаем так его. Вот я не считаю, что у меня сейчас такой момент в карьере, когда мне некуда идти дальше. Пик, после которого начинается депрессия, и не знаешь, что делать вообще. Ну это точно не ко мне. Нет, не с этим была связана моя депрессия. А с чем? Ну с большим количеством работы в том числе, и с тем, что не было времени отдохнуть и понять, что происходит в моей голове, и что происходит в моей просто обычной девочкинской жизни. Девочкинское слово хорошее. Как я сегодня сказала за кадром? Когда по итоги года... По итоги года. Да, по итоги года. Что приносит радость девочке? Радость приносит девочке забота, мне кажется. Больше нет ни одного слова, которое могу описать. То есть, знаешь, я могу сказать, что мы сейчас не берем мужу-женские отношения, вот возьмем мой коллектив и гастроли. Мужу-женские. Я буду записывать эти словечки твои. Да. Вот я сижу в гримерке, и, я не знаю, там мой турдиректор, мой диджей, который сейчас сидит рядышком за кадром, они могут спросить, хочу ли я, не знаю, выпить чай, к примеру. Это забота. Она делает меня счастливой. То есть нужен чечек, который может там ночью загонять за шоколадкой? Чечек, который сгоняет ночью за шоколадкой, вообще всегда нужен, понимаешь? Даже тебе, я тебя уверяю. Как бы это странно не звучало, да, правда. Правда нужен такой человек, потому что самому вставать от этого деваться и идти куда-то с шоколадкой. Есть такие мелочи в жизни, которые делают тебя невероятно счастливым человеком. Когда ты о чем-то говоришь, и тебя слышат, это же классно. Ну, правда. Согласись. Возвращаясь к строчкам из твоих песен, у меня до сих пор где-то в сердечке на почетной полочке отложен океан, вот. И целоваться на виду. Меня прям так впечатлила эта строчка все время, когда я ее услышал. Целоваться на глазах у всех. Вот скажи, пожалуйста, для тебя это позволительная или непозволительная роскошь позволить себе целоваться на глазах у всех с кем-то? Ну, уже просто непозволительная в силу своей сферы деятельности. Я об этом и говорю, конечно. Но даже когда я писала фразу «целоваться на глазах у всех», я как раз-таки говорила про внутреннее сумасшествие. Это когда тебе в какой-то момент становится настолько параллельно, что ты забиваешь на какие-то свои принципы. Ну, то есть, грубо говоря, ночь, клуб, всем, куча людей, но вы как будто бы вдвоем. Да, кайфово. Ну? Ой, не говори вообще. Ты же по твоим глазам загорелся. Человечек, который шоколадку принесет, и ты уже в клубе с кем-то, да, там? Человечек, которому шоколадку я принесу, видимо. Вот такая история. Ну вот ты говоришь, что для тебя это непозволительно. Почему сейчас вот ты себе не можешь такого позволить? Потому что все будут смотреть и обсуждать, и думать, что «а, вот, а, это же вот же, это же Мари Краймберг, а с кем это она там на танцполе сейчас?» Вот, типа, мне кажется, именно поэтому, да. То есть, хочешь вставлять свою личную жизнь, вот, типа? Насколько это возможно будет? Тебя просто сватают, тебя женят, мне кажется, каждый месяц. Да. Постоянно я читаю новости «Марина вот с этим, Марина вот с тем, рассталась с этим уже вот с тем». Прикольно, скажи. Я не знаю. А тебя, типа, это веселит или тебя это больше раздражает? Когда как. Вообще всегда по-разному. Было такое, что ты прям просто прочитала и прям написала какой-то гневный пост? Нет. Или написала, или позвонила, может, кому-то? Ну, своим друзьям я могу позвонить, конечно, и рассказать все, что я думаю. А так, нет, я публично не писала ничего, потому что каждый развлекается, как он хочет. И, ну, я не могу тебе даже прокомментировать, придется что-то комментировать сейчас, а я же этого делать не хочу. Поэтому, нет, не получилось тебе меня развести на девичкинскую историю. Жалко, мы старались. Вовремя тормознула. Шоколадки, поцелуи на танцполе, девчачкинские радости, значит, мы обсуждаем. Ну, это как-то не так было, кстати. Мужи-женские отношения. Впитывай-впитывай. Я сегодня выйду из студии пропитанный сленгом Мари, это прям очень круто. А я твоим, Мэтч и так далее. А ты моим парфюмом. А, значит, если бы ты захотела спрятаться от всех, куда бы ты сбежал? В ванную. Ой, ну, камон, хватит цитировать свои песни, подожди. Так это же класс, я для чего их пишу, чтобы потом их цитировать. Давай что-нибудь более серьезно. Ну, наверняка же у тебя были, может, не было таких ситуаций, когда хотелось прям свалить, выбросить телефон, вообще устроить себе детокс от соцсетей и спрятаться. Но ванна слишком просто. Все знают, ну, там, условно, наверняка люди, от которых бы ты хотела свалить, знают, где твоя ванна находится. Поэтому сложно спрятаться. Ты знаешь, мой уровень ответственности по жизни, даже в состоянии, когда мне хотелось бы прям откинуться, грубо говоря, не позволил мне выключить даже телефон. Поэтому я не представляю, например, как утром проснутся все люди в нашем лейбле, кто-нибудь мне будет пытаться позвонить и не дозвониться до меня. Я не представляю ситуацию, в которой я могу так подставить команду, которая у меня находится за кадром. Слышите? Тревожный звоночек. У нас гиперответственный человек в студии. Тревожный звоночек. Поэтому, поверь мне, выкинуть телефон мне хотелось тысячу раз в жизни, не поехать куда-то тысячу раз в жизни, но со слезами на глазах, переодеваясь в машине, я все равно еду. Я думаю, поэтому на тебя такими влюбленными глазами смотрит весь менеджмент лейбла, потому что на тебя молятся и думают, спасибо тебе, Марина, что ты такая у нас есть. Так я на них просто влюбленными глазами смотрю, понимаешь? А вот смотри, как на меня сам менеджер смотрит. Он не на тебя смотрит, он выкладывает stories. Так я тебе о чем говорю, ты понимаешь? Он просто смотрит телефон, и ты говоришь, влюбленными глазами на тебя смотрит. При этом, неужели не было безответственных у тебя поступков никаких, за которые, может быть, тебе все-таки стало стыдно? Вот смотри. Может, по пальцам можно пересчитать эти... Вот сидит слева Орлов. Так. Мой менеджер. Yes. Данечка, у меня были поступки... Как вопрос был? Безответственные. Безответственные поступки. Давай, давай. Безответственные поступки. За пять лет в лейбле. Ну, я бы не сказал, что... Ты сейчас зарабатываешь себе... Подожди. Нет, реально, если что-то было, давай скажем. У меня не было, не правда, не было таких поступков. Ну, я правда гиперответственная. То есть я могу где-то даже, если я могу ошибиться, я думаю, что глобального точно ничего не было. Да, но могу там забыть какой-то видос записать или могу там айдишки забыть записать для Радио Лайк ФМ, например. Но я потом, во-первых, понимаешь... Есть повод извиниться прямо сейчас? Нет, ну так... Я потом записываю, и я еще пишу, что сори, что так получилось, потому что я понимаю, что я ошиблась. То есть я никогда не отрицаю того, что, типа, ой, достали мне своими айдишками. В гиперответственности добавляется перфекционизм? Конечно, это же синонимы. Мешает или помогает? Мешает, помогает одновременно. Ну, часто же артистам, наоборот, помогает, потому что многие допиливают треки, там, сидят до последнего, уже все, нужно уже выложить его. Ну, вот я об этом и говорю. Как ты с этим справляешься? Что ты себе говоришь? Для тебя другие пинают и говорят, все, хватит. После выхода песни мне до сих пор вношу правки. Вот так. Вот я слушаю, если устал, и думаю, да, что ж я вот это не сделала-то. Да, поэтому мешает, знаешь, почему? Потому что мешает наслаждаться тем, что у тебя есть. Помогает тем, что мешает наслаждаться тем, что у тебя есть, понимаешь, взаимосвязь. Потому что удели я сейчас время наслаждению этим. Мне кажется, у меня была бы звездная болезнь. Может, прикинь, как кайфово у меня сейчас все в жизни происходит. И я такая хожу и наслаждаюсь этим. Было бы интересно посмотреть на тебя со звездной болезнью. О, Кешки. О, суперзвезда. Звезда мирового. Да что там мирового. Звезда вселенского масштаба. А Мария Крэмбери сегодня припарковала свой звездолет на нашей парковке. Можно нормально сказать что-нибудь обо мне? Извини, Марина, пожалуйста. Автор таких хитов, как плакала в ванной океан. И если устал сегодня... Почему плакала? Пряталась. Не извиняю. Сейчас я чувствую, Марина меня втащит. Втащит через стол просто. Я прям вижу, как... А прикинь, сейчас просто я обычный человек, как я обычно себя веду. А то этого просто наигрывало. На самом деле. Это первый человек... Давай припев наизусть. Который наигрывает нормальное поведение. Теперь одно на тату. Я снял себе все татуировки. Оставил себе только одну татуировку с Мари Крэмбери после этого выпуска. Ты в последние полгода, наверное, дала много больших интервью, где тебя, наверное, разложили по косточкам. Спросили вообще все. Обо всем. Об отношениях. Об отношениях в семье. О твоем отношении к деньгам и так далее, и так далее, и так далее. Прошло время. И не пришло ли, по твоему личному мнению, время для нового большого интервью? Есть ли что-то новое, что мы должны узнать о Мари Крэмбери? Я бы хотела уже вернуться к истории с большим интервью после того, как у меня случится мой первый втб в жизни. Уже после... Да. Но я не буду загадывать. Всякое бывает в этой жизни. Я не помню, что у меня было много больших интервью за последнее время. Я помню, что у нас было одно большое интервью. Это сто процентов с Лаурой. С Лаурой. Ну, а больше какие у нас еще были большие? По губам не могу прочитать. Ну, нет. Лаурой. Получается, одно большое только было. Ну, реально, прям большое интервью Лаурой. А все, где я еще что-то говорила? Ну, ничего такого прям масштабного, чтобы были какие-то глубокие вопросы, глубокие темы погружения в мою жизнь. Мне кажется, мне ни с кем особо не происходило. Ну, я особо это не люблю, видишь ли. Да, но с другой стороны, ты пишешь очень крутую музыку, которая помогает и тебе, и твоим слушательницам. А учитывая, что в последнее время популярны всякие марафоны и так далее. Да, вот скажи честно, тебе предлагали что-нибудь подобное сделать? Типа, Мари, давай, вдохновишь, научишь, расскажешь, как себя вести. Ну, нет. Тебе не предлагали? Не предлагали. Мне кажется, я и не выгляжу как человек, который это пропагандирует. Если открыть мой инстаграм, очевидно, что я многими вещами не хочу делиться. Мне кажется, если ты уже берешь за то, чтобы кому-то что-то рассказывать, и погружать кого-то в какую-то свою историю, тебе нужно делать это искренне и до нуля. Прямо из себя вытаскивать целиком полностью все. Мне кажется, люди чувствуют, что я на это не готова. Но это мы говорим про откровение, с точки зрения, рассказать о себе. А если мы говорим о том, чтобы научить других чему-то? Ну, я же и так могу научить других чему-то. Понимаешь, на концертах. Я могу научить женщин не злиться на мужчин. Я могу научить мужчин не злиться на женщин. Я могу научить людей влюбляться, несмотря на то, что им делали больно. Я могу научить людей перестать плакать, если им в данную секунду хреново. Я могу научить людей написать маме «Я тебя люблю». Я могу научить людей очень многим вещам. И делаю это на своих концертах с огромнейшим удовольствием. И делаю это через свою музыку. Я и так это делаю. Очень хорошая фраза, услышанная мной в одном из твоих интервью И если у человека есть что-то хорошее Плохое, это хорошее не может исключить Да, сто процентов Это когда я говорила как раз таки о том, что человек Может быть хорошим другом для тебя И плохим мужем для какой-то женщины Это может уместиться в одном человеке Целиком, полностью Мария Краймбри сегодня пришла к нам, мы о многом поговорили Поэтому обязательно посмотрите потом Видеоверсию Транчарта, она гораздо больше Чем то, что выходит в эфире И послушайте наш подкаст, его можно в любое время слушать На любой удобной площадке Посмотрите, как у меня появилась звездная болезнь и пропала Буквально за несколько минут А реально, я хочу сделать эту ремарку Я сорвала голос Две недели Мне было больно каждое слово просто говорить Я прихожу на эфир Еле-еле через боль говорю каждое слово И мне пишут, что просто я Зазналась И стала пафосной Я прихожу, читаю комменты, думаю, вы прикалывайтесь надо мной Просто Я еле-еле говорила вот этим низким голосом Прокуренной, уставшей, такой, одинокой женщиной Как бы я не виновата, что у меня был такой голос Я не могла выдать эмоции Потому что мне было просто больно даже смеяться Все, у меня все Это я писал, чтобы ты пришла к нам сюда в Транчар Нам пора прощаться, к сожалению Марин, я бы хотел, чтобы ты что-то хорошее сказала Своим слушателям, нашим слушателям Зарядила всех нас на предстоящие выходные Все, микрофон в твоем распоряжении Вперед! Да, блин, как не вовремя, у меня микрофон попал в руки Короче, я всегда всем желаю Я всегда желаю всем О невероятной взаимности на ваше действие Если вдруг вы делаете добро Пускай оно к вам обязательно возвращается Если вдруг вы делаете зло То, сами понимаете, да, не надо делать зло в этом мире Рано или поздно, да Пускай, короче, все будет классно У нас у всех разные желания И пускай все эти разные желания у каждого человека сбываются Спасибо, это была Мария Крэмбери Трендчарт Лайк-ФМ Все, что будет на хайпе завтра Уже сейчас в эфире Лайк-ФМ И в нашем плейлисте Трендчарт Лайк-ФМ на Apple Music Лайк-ФМ